Различные обучающие видео по Minecraft Pocket Edition, также различные способы взломать любую игру и конечно же очень интересные и веселые видео ты сможешь найти на канале Fibro. Заходи и подписывайся. Как делишь, кривдишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Minecraft, точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов, где сегодня вместе с вами мы будем открывать покелаки-блоки, искать новых покемонов, также их ловить и конечно же прокачивать старых покемонов. Это все, ребята, будет у нас в этой серии. И если вы хотите, чтобы серия Pixelmon выходила каждый день, и если вы хотите, чтобы следующая серия была завтра, которая выйдет в 10 часов утра по Москве Украине, если вы этого хотите, то поставьте большущий палец вверх, как вот этот, только в два раза, ребята, больше, потому что если вместе с вами мы сможем набрать 3000 лайков на вот этой серии за сегодня, то я обещаю, что завтра выпущу новую серию Pixelmon в 10 часов утра, если вы, ребята, этого, конечно, хотите. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, и можете рассказать об этом видео своим друзьям, позвать их на просмотр новой серии, сделать репост вконтакте, и также, ребята, просто-напросто оставить комментарий, потому что я читаю все ваши комментарии. Да, ребята, и знаете что? Перед этой серией, вот я вам обещаю, ребята, если вы хотите видеть следующую серию Pixelmon с моей собакой, вот честно, я просто хочу начать серию Pixelmon с моей собачкой, поэтому, ребята, если вы хотите ее увидеть, то просто напишите в комментарии, и если хотите, можете поставить лайк за то, чтобы я начал серию со своей собакой, ребята. Просто-напросто я хочу вам показать, какой у меня домашний питомец, если вы, конечно, хотите его видеть. Да, ребята, а сейчас мы будем, конечно же, заниматься нашими покемонами. А кем именно? Черезардом, Девотом и также Тюртвигом. Девот, по идее, должен эволюционировать уже на следующем, мать его, уровне, то есть через один уровень, и это офигеть как близко. И после того, как он эволюционирует, у нас будет плюс один покемон с последней эволюцией. Да, я просто уже две минуты терплю, хочу рыкнуть, но я думаю, что сейчас прям настал момент. Да, ребята, Тюртвиг, что будет с Тюртвигом? Мы его также будем начинать прокачивать после того, как мы прокачаем Девота. И знаете, ребята, знаете что? Чтобы просто-напросто не тянуть кота за причиндалы, мы сразу же сейчас побежим домой, возьмем золото, потому что в этой серии мы откроем целых три покелаки блока, и посмотрим, что нам с них выпадет. У меня, кстати, уже есть приготовленные вот эти заначки, заначки, ребята. У меня есть уже 24 покебола, я сделал, и также я себе еще сделал, вот нет, это у меня алюминиевая часть, это у меня железная часть. В общей сумме я еще сделал плюс к этому 26 нижних частей. Сейчас я, в принципе, вот еще немного соберу и сделаю, ребята, еще больше, потому что я начал подготавливаться перед сериями, ребята, для того, чтобы... Ой, не то поставил. Для того, чтобы потом на сериях не было скучно, и чтобы нам всем было чем-то заняться, да, так же, как сейчас я соберу вот эти апрекоши, для того, чтобы потом сделать ультраболы. В этой серии у нас только 5 ультраболов, к большому сожалению. Почему к сожалению? Потому что, ребята, если нам кто-то заслонится вот с этих покелаки блоков, то не факт то, что мы сможем их сломить. Потому что, как вы видите, ребята, у нас не очень так много, так, нам еще нужно сделать, у нас не так уж и много, ребята, покеболов есть. Это очень плохо. Но все же, мы отправляемся сейчас в шахту, вход в шахту, и в первую очередь ставим вот сюда на пережарку вот это и вот это, да. И это, в принципе, тоже можно поставить вот сюда, чтобы наши апрекошки пережаривались. Сейчас нам нужно взять 20 камня. Давайте возьмем сразу же 20. Я взял 24, но 20 нам, в принципе, очень даже хватит. А, 20 камня. И знаете что, ребята, нам не нужно это пережаривать. Я ставлю это вот сюда и сделаю... А, в принципе, у меня уже есть покеболы. Зачем? Ребята, давайте все вместе по моей башке. Вот так, давайте прям. Зачем я делаю себе кнопочки, если у меня уже есть полностью готовые покеболы? Непонятно, непонятно вообще, непонятно. Мне же нужно сделать раздатчики, ребята. Мне же нужно 3 раздатчика сделать. Вот так. 1, 2, 3. И сделать сейчас лаки-блоки. И знаете что, ребята, сейчас, когда я делаю вот эти лаки-блоки, я хотел бы вам сообщить то, что в эту субботу, в 3 часа дня по Москве и в Украине, по Украине, у меня будет стрим на Ютубе. Мы будем играть на моем сервере, будем играть в мини-игры. И также будем играть в Пиксельмон, как обычно. Поэтому, ребята, приходите в эту субботу в 3 часа дня на мой канал. Смотреть новые видео, конечно же, потому что они выходят каждый день. Я всегда вас, ребята, жду. И также приходите на стрим, субботний стрим с мини-играми, с покемонами, где мы будем, ребята, выживать, ловить покемонов и многое другое. Я, если честно, буду вас ждать, потому что на стриме, ребята, я общаюсь с вами в прямом эфире, поэтому приходите. Я всегда буду рад вас видеть. Да, ребята, да, вот честное слово, да. Что сейчас мы будем делать? Мы уже сделали, ребята, мы уже сделали 3 лаки-блока. Сейчас, как обычно, мы одному дадим вот это, одному вот это и одному вот это. Нам опять нужно отправиться за алмазами, только необычно, как мы это делаем, допустим. А, пойдем в шахту, там алмазы найдем. Какая уже по шахту? Какая уже по шахту, я еще раз спрашиваю. У нас в этом сезоне есть лаки-блоки. Зачем нам шахта, если у нас есть лаки-блоки? Ха, ха, я тоже не вижу смысла, ребята, я с вами полностью согласен. Выходим из нашего домишки, обновляем чанки, потому что тут опять какая-то непрогруженная хрень, да. И вот тут, эй, эй, прогрузись, эй. Ладно, надеюсь, что там такой дырищи не будет, когда я буду строить свое королевство, да. Потому что не хочется какую-то черную дыру иметь посередине моего, моего дворца. Тут ставим один, ставим второй и третий. Не-не-не-не-не, не торопитесь, ребята, я сейчас их открывать не буду. Мы откроем их чуть позже. Сейчас вылечимся, вылечимся и в путь, товарищи, в путь, товарищи. Мы пойдем прокачивать нашего девота еще один уровень, так, лысый, вылеченным покемоном. Пойдем прокачивать еще один уровень нашему девоту и также искать новых покемонов, да, очкастый. Пойдем, вы знаете куда, ребята? Давайте пойдем в глиняный биом. Потому что, ууу, какой красный хрень его знает, что это такое. Пойдем в глиняный биом, потому что тут проще всего заметить покелаки-блоки. И плюс к тому, ребята, тут заметить покемонов, если даже кто-то будет, допустим, там, боссом или шайней, это будет охренеть как суперски. Но все же тут также очень просто заметить лайки-блоки и, конечно же, поке-болы, которые могут находиться на земле. И, в принципе, нам нужно их искать, ребята, конечно же, нам нужно их искать. И знаете что, ребята, как обычно, в каждой серии пишите в комментарии, на какой секунде я пропустил лайки-блок. Или, допустим, на какой секунде и где я пропустил покебол, который был на земле, но я его не заметил, ребята. Вы, если честно, в этом очень сильно мне помогаете, кто потом пишет в комментарии. Потому что, если я вот сейчас на серии не замечу, а вы мне поможете, то я потом в любой момент могу вернуться туда, где я не заметил этот покеблок. Или, точнее, лайки-блок или поке... покебол, да? Потому что вы можете, ребята, мне помочь, я потом туда вернусь и вместе с вами заберу вот это всё то, что я не смог, ребята, найти на серии. Или просто заметить, да? Потому что, ну, может, немного слиповат, с кем не бывает. Но всё же, ребята, сейчас дайте нам что-то нормальное. Дайте нам, пожалуйста, что-то нормальное. Чтобы мне... Ух, Салоед наш! Салоед! Салоед нам пригодится. Мы его, конечно, ловить не будем, потому что это уже его последняя эволюция. Нам нужна первую его эволюцию, которая Багон называется. А, это последняя эволюция. Салоед, будем его так называть. Он тоже, в принципе, дракон, и он нас запинает... Да. Хе-хе! Офигеть, как он нас запинает. Если я его сейчас не убью, то я, конечно... Да, круто. Убегаем, убегаем. Убегаем, пожалуйста. Пожалуйста, вот так. Сейчас мы можем вылечиться, потому что один раз мы можем вылечиться в нашем путешествии. А потом, ребята, нам нужно будет возвращаться домой и лечиться. А что бы я хотел найти? И что бы я вообще хотел сделать? В первую очередь, ребята, мне нужен бы очень орб. О, покебол. Наверное, уже многие там орут. Эдисон Кантин, левелболк. Нифига себе. А мне очень нужен орб. Для чего мне нужен орб? Кто не знает, ребята, то мы уже успели найти... Да. Мы уже успели найти... Алтарь. Алтарь, мать его, Забдуса. Сейчас нам нужен орб. И потом нам нужен электрический камень. Электрический камень мы сможем найти, в принципе, очень даже быстро. Потому что... Ну, я не скажу, что это очень много времени займет. Электрический камень наход... Можно найти за серию. Если постараться хорошенько. Если хорошенько... Твою мать, постараться. А если нет, то нам... Твою мать! А если нет, то нам хотя бы орб нужен. А потом мы как-то справимся с тем же поке... С тем же электрическим камнем. Твою мать! Ну, что ты сделал? Ну, что ты наделал, зараза? О! Спасибо, спасибо, зараза, что нас сюда привел. Потому что если бы... Это кто у нас там такой? Если бы не ты, то я даже бы не заметил вот этот покеблок. Твою мать, ребята. Что-то сегодня мне нужно очень часто себя бить по башке. Квикбол! Нифига себе! Левелбол! Квикбол! Супер-пупер нафиг! И знаете что, ребята? ТП. 1,1, 5, 8. 66. Минус 70. Вот так. Я ТП охнулся на место, чтобы сейчас отправиться домой. И вылечить наших покемонов в первую очередь. И давайте мы сразу же откроем один лаки-блок, ребята. Посмотрим. Лысый! Лысый! Лысый, лечи! Лысый! Давай, быстро. Быстро, я сказал. Да, вылечил. И сейчас, ребята, первый лаки-блок будем начинать с левой стороны. Потому что там он у нас зачарен на минимум удачи. Ну что, ребята, вы готовы? Давайте. Ты на приколе? Ты на приколе? Я потратил на тебя 1 алмаз. 8 золота. И один обычный покеблок. Не покеблок, а покебол. А ты мне заспавнил вот этого покемона. Да стой ты нахрен на месте, не крутись. А ты заспавнил мне вот этого покемона, которого мы видим каждую серию по 10 раз. А в каждом биоме? Ты на приколе? А? А? Я так и понял, если честно. Чувак офигел просто. Мы его видим на каждом шагу, он у нас заспавнился через покелаки-блок. Да. Чувак просто решил прикольнуться. Я понимаю, там чувство я умера. Ха-ха-ха. Но всё же, мы же и на тебя, паскуда, тратим ресурсы. Какого фига ты нам спавнишься, если ты нам нафиг не сдался? Нафиг не сдался. Я даю последний шанс. Нет, предпоследний шанс. Кому-то нормальному заспавниться. Я тебя прошу. Прошу. Пожалуйста. Какой-то сок нам выпал. Чё-то там нам выпало. Какой-то сок. Потом нужно посмотреть, что это за хрень и что она нам вообще нам даёт. Какой-то сок нафиг клубничный или какой-то сок. Ребят, какой вы сок любите? Вот прямо сейчас напишите в комментарии. Я, если честно, я люблю вот клубничный, яблочный, апельсиновый. Я не знаю, ребят. Вот честно, почему-то я апельсиновый просто не могу терпеть. Не знаю. Не знаю. Вроде самый такой распространённый сок, но я его не могу просто терпеть. Я не знаю, почему, ребята. Мне очень нравится клубничный и также нравится яблочный. В принципе, банально, но всё же, ребята. Ищу какой-то был, который мне тоже очень сильно нравился, но если честно, забыл. То ли гранатовый, вроде да, вроде гранатовый. Что-то в этом роде. Ребят, напишите ваш любимый сок. Или составьте, можете даже составить там топ-3 ваших любимых. Мне действительно будет приятно, ребята, это почитать. Чтобы просто-напросто поделиться своим мнением. Я сказал вам, что мне больше всего нравится. А вы также можете, ребята, написать ваше мнение, чтобы я его также узнал. Да, ребята. А сейчас лаки-блоки на подходе. Я надеюсь. Я надеюсь, что не на подходе. Пожалуйста. Хотя бы один лаки-блок в этой серии. Чтобы не расстраивать зрителей. Зрители, ребята, помогите мне, пожалуйста. Хотя бы один лаки-блок. Всё остальное идите в жопу. Нам не нужны боссы в этой серии. Я имею в виду там всё остальное. Там босс идите в жопу. И шайни идите. Хотя почему идите в жопу? Я бы, если честно, променял один лаки-блок на босса. Или даже на шайни. Я бы его променял, если честно. Если бы мне кто-то такую сделку предложил. Был там Эдисон на тебе там шайни покемона. За лаки-блок. Я бы ему прям отдал бы сразу же. Но чё-то я не вижу никаких лаки-блоков. Даже я покемонов не вижу, которые бы тут спамились. Но знайте, ребята, что в любую секунду, нафиг, мы тут можем найти алтарь Молтреса. Никогда не забывайте это. Потому что алтарь Молтреса находится вот тут в глиняном биоме. И в любой момент мы можем его найти. Если, конечно, хорошенько постараться и хорошенько поискать. Ребята, не забывайте это никогда. Зараза, зараза ты наша... Да, большая... Ээээ... Так. У нас Дивот вроде уже 36 уровень, как я заметил. Да? Он 36 уровень, да? А можешь тогда спросить, пожалуйста, какого хрена ты не эволюцинируешь? Он же уже вроде должен был эволюцинировать на 36 уровне. Ага, вот сейчас на 37 уровне. Может, ты залагал, зараза? Я не знаю. Но, ребята... Время самурота. Самурая. Или самурота. Или в роту сам какой-то. В роту сам. Нормально? Прямо какое-то японское кличко. В роту сам. Да. Самурот будет у нас в роту сам. Так, самурот. Покажись людям. Покажись на свет. Покажись. О, лаки блок. Спасибо. Самурот в роту сам. Офигеть. Жопу спрячь. Офигеть, какой он красавец. Ребята, я давно его ждал. Я давно его ждал. Красавец, мать твою. Какой ты прям красавец. Дайте я отойду даже немного. Так, вот так. Красавец, нафиг. Так, дайте я даже скрин сделаю. Ребята, плюсик, если считаете то, что он красавец. Просто. Потому что нам очень... Это еще... Нет, мне показалось. У меня глюки. Мне показалось, что там еще один лаки блок. Самурот, это круто, ребята. И нам, если честно, очень повезло, что нам с лаки блоки... С покеблока выпал... Да, ты издеваешься? Ты издеваешься? Кольчужная броня? Да ты издеваешься, а? Ты на приколе? Я так и понял, если честно. Нам очень повезло, что с лаки блоки выпал Ошавод. Потому что я уже очень давно охотился за каким-то водным покемоном. Да че ты пикаешь? Или что ты там делаешь, зараза? Я уже давно охотился за каким-то водным покемоном. Но я никого не мог найти Я только находил вторую эволюцию сквиртла А если я бы даже хотел ловить сквиртла То я бы словил его в первую эволюцию Зачем мне его вторая эволюция И потом, однажды С одного лаки-блока нам Выпал нафиг ошавод С большим трудом я, конечно, его словил Потому что нам понадобилось больше, чем Полстака, даже практически один стак Различных бонов для того, чтобы Словить вот эту паскуду Но все же, ребята, опа, а ну иди Да, там еще один лаки-блок Но все же, ребята, мы справились и мы его словили Как бы это круто не было, да? И да, я, если честно, не жалею Потому что самурод это прям красавчик Самурод саму в рот В рот саму, офигеть, круто Хотели затроллить, но я вас сам затроллил Охренеть, охренеть, охренеть ловушки Охренеть, так мы же еще даже в обычном Майнкрафте с пиксельмонами То есть с покемонами Где мы, в принципе, не можем умереть Потому что тут вообще мобов нету С этими лаки-блоками все возможно Что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Трико! Мелкий, зараза, мелкий! Хотелось бы побольше вот такого трико Вот такого нафиг Трико! Это еще даже лучше, чем тот же нафиг чертвик! О-фи-геть! А-а-а! Трико это у нас уже будет покемон Для следующей команды Потому что трико это офигеть Какой травяной покемон! Пожалуйста! У нас только 7 7 Покеболов Если мы не сможем сломить этого трико Да, ребята! О-о-о! Словили! С первого же, мать его, квикбола! Поэтому я вам уже много раз говорил То, что нам нужно делать именно Крикбола! Глаза большущие! Потому что квикбола это самая крутая вещь! Вы словили трико с первого же квикбола! О-фигеть! Как нам повезло то, что мы его вообще на... Какой ты жопа мелкий! Хотелось бы трико побольше А не как будто ты нафиг Какой-то родственник там муравь Да, стой ты на месте! Как будто ты какой-то там нафиг Родственник муравья Даже с этим... Даже с оптифайлем Я увеличиваю Я не могу тебя видеть! Кто ты? Что ты такое нафиг? Мелкий Мелкий заразеныш Но все же, ребята, я и так очень сильно тому рад То, что мы его, в принципе, ребята, нашли Потому что это офигеть как круто! Я вас, ребята, с этим поздравляю Не зря мы в этой серии Вот честно, ребята Не зря мы в этой серии сделали три лаки блока Не зря покеблока, да? Очень и совсем не зря Потому что трико редкий покемон Мало того, что он спавится в джунглях От джунгля мы еще до сих пор не нашли То трико один из самых редких травяных покемонов Да, если честно Вообще со всех покемонов он такой достаточно редкий покемон И нам офигеть, как повезло то, что, ребята, мы его нашли И в этой команде я уже оставлю тюртвига Можете обижаться, ребята, но не обижайтесь Потому что тюртвиг был нашим первым травяным покемоном Я не буду его выкладывать и брать вместо него трико Мы прокачаем тюртвига И после того, как мы это сделаем Когда мы прокачаем эту всю команду Мы ее выложим И после этого, ребята, мы возьмем следующую команду И в следующей команде Тревяным покемоном уже будет трико И это будет круто, ребята, да И в этой серии мы уже будем заканчивать Потому что, ребята, чтобы не делать какую-то слишком долгую серию Я также буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх Если вместе с вами мы сможем брать 3000 лайков от этой серии То я обещаю, что я завтра выпущу новую серию Пиксельмона И также сделаю ее со своей собачурой Как я уже сказал на начале этой серии Ребята, не увидитесь, поставьте, пожалуйста, лайк И также сразу же поделитесь этим видео со своими друзьями Чтобы они также сошли и увидели, чем мы тут занимаемся в нашем мире покемонов Да, также можете сделать репост на своей странице ВКонтакте Также, ребята, подписывайтесь на мой канал Потому что каждый подписчик для меня как друг Приходите на стрим, который будет субботу в 3 часа дня И также, ребята, оставляйте свои комментарии Отвечайте на все вопросы, которые я делаю в этой серии Я буду рад почитать ваши комментарии Да, ребята Приходите на мой канал завтра Потому что я каждый день тебя жду На моем канале видео выходят каждый день И я всегда буду рад вас тут видеть На просмотре очередного нового видео Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok